На первый взгляд, ответ странно на такой вопрос, потому что все мы отлично знаем, что приемное число селекарядной точностью сохраняется. Например, о каком нарушении приемного числа, который влечит к нему. Вы знаете, что время жизни Платона, а Платон стабильный, не пытался войну, не шла, время жизни Платона больше лишь 33-й лет. И гигантские числа, конечно, не в таком же красавом масштабе не дала Платона. Но ответ не такой простой. Ответ наоборот такой, что приемное числовое, то есть на самом деле, не сохраняется. У вас замечательная работа от Хорта в 1976 году, не та, за которую получил многое преступления, но, пожалуй, самую лучшую работу. Георгут показал, что действие процесса не прокуративный, не описываемого равного теория возмущения. Вы не увидите нарушения крыльевого человеческого перегресса в учебности диаграмм с прекрасной теорией. Тем не менее, в неравном теории возмущения такой эффект есть. И связан он с тем, что и барионный топ, и литонный топ имеют аномалию, так называемую. Их дивергенция не выливает. Их дивергенция пропорциональна такой вот комбинации, это фактически поле 0, но не обычного поля, а перебросшего поля, соответствующего слабой группе С2. И вот эта часть, которая соответствует С2, взаимодействия. То есть и барионный топ, и барионный топ, и барионный топ. Значит, пункт-эффициентом здесь, я так не рисовал специально, служит 1 3, связанная с тем, что Барионный топ и барионный топ, и барионный топ и барионный топ. В этом топе бывает в трех цветах, и есть три поколения, барионных топ. А этот, заметим, что здесь стоит слабая константная связь. Значит, G, парадный 4π, в этой теории это 1,3. Здесь как маленький цикл. Значит, аналогично электронный пиртов, тоже менее клонмале, точно такое же число, только с коэффициентами единицы для каждого из комплекта. Существо, что здесь именно из угла слабая часть. Не сильно единицы, а не слабая. Сейчас увеличим. Значит, но если в это поверить, то соображение такое, что если у меня есть большие фруктуации поля, то, что он играл в четырех пленном пространстве белориод, тогда это аналогично движение говорит, где с кого-то инфигурирует, говорит нам о том, что изменение белориодного личного равновесия то, что он играл от правой части по четырех пленном пространстве международного конечного применения. Что вот здесь и написано. Значит, и аналогично для изменения электронного числа. Значит, и ворионные электронные числа не сохраняются, если есть большие вот какие-то фруктуации. Это могут быть вагонные фруктуации, это могут быть любые другие. Вы можете руками пытаться такие поля создавать, если в амбутации это сделаны. Но в любом варианте у вас в приориодном число, если какие-то вращения фруктуации есть в поле, не будут сохраняться. Значит, важно здесь, что сохраняется разница между вориодным числом и суммой электронных чисел каждого специалиста. В полное, минус полное электронное число, которое есть сумма по всем поколениям. Это сохраняющаяся причина. Значит, вы можете меня спросить, и правильно, как такое может тут происходить, если гновид, и гранжераны, и действия, и галлюбинян, стандартные модели не содержат в себе членов, повышающих оборудованных числа. Как вообще может быть? Какая физика стоит за нарушение бюджетных чисел в электрославных взаимательствах? Ну, давайте я попробую эту физику объясню. Значит, давайте рассмотрим для поставки безмассовые. Значит, на самом деле, не ограничивая точность, можно изучать рефермионы, которые получают массу в стандартных моделях, но для простоты ограничивая точность без массы. Будем рассматривать некоторые внешние калибровочные полиции. То самое, в частных моментах, есть группа С-2. Не один из всех. И по техническим причинам, главное, работать в калибровке, оно равно нужно. Так что не есть только клиентный потенциал, калибровка, а клиентный потенциал. Давайте рассмотрим ситуацию, когда это поле эволюционный поле. Как-то. В чем начальное состояние, такое балкну, то есть нулевое значение. И нулевое значение напряженности. И заканчивается балкну. Напряженность в калибре, в калибре, в начале, в калибре. Это может быть в фруктуации еще раз какой-нибудь, еще какое-то. Значит, вы можете руками это отсоздать, но давайте посмотрим, что происходит в этой ситуации. Значит, напишем уровень герата. Я его написал в виде известных принципов в калибре. Это, например, меня на герат, он содержит секретарь внешне. И он рассматривается вот так дальше. И давайте будем временно думать, что это поле радиопрактически медленно изменяется. И заканчивает свою жизнь в калибре. Значит, давайте зададим себе такой вопрос. Раз такое дело, раз это радиопрактически медленно изменяющиеся поле, то мы знаем, что фермионы будут сидеть на тех уровнях, на каких-то они сидели. Не будем сидеть ни Chili- soit Уровень будут, вообще говоря, на значении медленно будут изменяться. Но форме не будут оставаться на своих толстях. Так что вопрос, как ведут себя в течении времени собственные значения герат gestureide facebook-ma 2017 года, рассматриваем ее как функции гератゲoid hippominiARD. Я буду использовать дирактскую картину, не очень популярную, может быть, нынешним, так сказать, молодыми исследованиями. Забытую, но тем не менее. Что нам товарищ диракт сказал сегодня? Давайте рассмотрим какую-то ситуацию, когда полный никакого не было, это соответствует терминалу этой бесконечности, может быть, в будущем. Тогда полный никакого нет, все схематические уровни энергии фермеров для того, чтобы есть адресованные, есть отрицательные уровни, диагностику 2, есть положительные уровни энергии. И картин диракт состоит в том, что дырка в отрицательном море и рака соответствует античастицу, это позитрон, а фермерон, реальная частица, это литрон, это частица, которая литрона будет. Нынешнее значимое состояние, то есть отрицательное будет не заполнено, если вы гнули из отрицательного уровня фермерон, вы добавили в энергию в вашу систему, а этот позитрон будет тоже. Значит, антифляции здесь соответствует перескок электрона с положительным уровнем, это я не вижу, на отрицательное уровне, которое не заполнено и представляет из себя высокое. Так вот, как антифляторы на себя ведут? Значит, выясняется, что именно в том случае, когда поле, как говорят, опологически неприверальное, то есть он это только доверал в энергию. Город, где довольно специально, как говорят, инстантом будет. Значит, выясняется, что картина поведения уровней выглядит здесь очень много. Поскольку фермероны безмассовые, можно отдельно обсуждать левое фермерон и правое. Вот левое фермерон, на них уровень. Лишь в стаффе здесь и загружено. Некоторые уровни вылезают из подвала и становится положительным. Вся картина уровня при этом не меняется. Здесь должно быть на том же левое фермерон. Понимаю. Важно, что начальная и конечная картина уровня одна и та же, мы находимся в вакууме, но некоторые уровни выныривают из подвала и из отрицательной области переходят в положительный уровень. Это означает, что у нас из вакуума рождается литоноза лучей 2, это значит, соответствует топ-заленовый фермерон. Это реальный фермерон. У нас не был вакуум неравский, стал неравский вакуум отрицательной уровней заполненной, плюс два вишних фермерона. Теперь, для правых фермеров, в том же самом поле, если мы также занимались этим полем, картина обратная. Уровень, наоборот, заныривает. Некровый стопик же заныривает, столько сферов выныривает. Изменение числа уровней перед количеством уровней переседших кругов, равно точности по логическим мушествам, при урочной высоты. Кстати, такая мощная каремия есть в таких подобных землях из глигматики. Ну, не важно. Значит, картина такая. И, соответственно, если у вас одинаково и левый, и правый фермерон взаимодействуют с вашим передовочным полем, то работает и левая, и правая картинка. Это означает, что у вас варионное число сохраняется, потому что число левого, плюс число правого. А нарушается, не сохраняется. Кираются. Разница между числом левого фермерона и числом правого. Если же, как стандартная модель, с полем дубровного озона взаимодействуют только левые фермероны, а правые с ними не взаимодействуют, то картина одна вот такая. И это именно не имеет место для передовочной группы, потому что два слабых, или два слабых частей дубровочной группы, не такая, если дубровенность нарушается. Эти правила Гора, о которых я говорю, понятны. Потому что такая картина работает для каждого дублета флагов электрона. Значит, для электрона его нейтрино отдельно, для биона, биона нейтрино-этрино, там электрона, там электрона нейтрино. Но изменим электроном числа на, в данном случае, на бом. А, соответственно, барионный число полный изменяется на, в данном случае, 6. Так что барионный число не сохраняется, биона не сохраняется, и все это происходит благодаря вот такому движению кругу или вручную. Значит, замечание состоит, да, ну, ясно, что этот ответ не зависит, на самом деле, от изменения соответствующих квадратных чисел, не зависит от того предположения, что вы сделаете там, что это адиабатически медленно будет. Если у вас такое движение в уровне есть, если оно быстро, то все, что может произойти, это какой-то из электронов перескочить в свой металл. Это значит, что у вас родится электронно-позитронная пара, переформионно-деформионная пара. Вот это вот суммарное барионное и электронное число не изменится, потому что барионное число – это разница между формионными и антиформионными. Так что, эта картина, на самом деле, говорит вам о том, что любая фактура, какая-то логически не успеваемая, приведет вам к рождению или уничтожению и уничтожению. У нас замечание встает в том, что электродвеморы только для яберных плати, это не работа по электродинамике. Электродинамик – это электродвеморные платино. Поэтому речь идет о няберевой части стандартной модели S2 либо цветной GSU-3. Значит, для цветных взаимодействий патрок промодинамики. Нарушение керамиста должно происходить, потому что левая и правая фермиона, левая и правая плати одинаково взаимодействуют с пленами, и в патрок промодинамики нарушается керамист, приемный, что склоняется, слава богу, и не распалится по этой причине. А тут факт, что керамист нарушена – это факт жизни. Это не домыслная теоретика, это симметральный факт. Проявляется он в том, что в пределе без массового УДС-кварта значит, наивно есть глобальная симметрия по отношению к вращениям любого всех этих фактов между собой. Левая в поддельности, правая в поддельности. Это означает, что наивно есть симметрия СУ3 на СУ3 на аниманинтариона и на одинаксиальный, когда левая и правая плати с одной и той же фазой крутятся в разные стороны. На самом деле, глобальная симметрия меньше. Эта симметрия как раз обрезающая керамист, такого заряда сохраняющегося нету, и симметрия в поддельности ниже, вот на эту один фактор. Этот фактор аномально нарушен. Этой симметрии такой нет вообще. Я имею свои фемиологические последствия. У меня связано, меряется восемь лёгких, почти науколостомских позвалов. Каоны, пионы и ветра. А не ветра нет. И это буквально соответственно потому, что это не такая симметрия. Так что, такая картинка с нарушением укладывающихся керамисту, она подтверждена теперь и так. Теперь, что происходит в Мирославной теории? Мирославной теории, – в Мирославной теории, – в Мирославной теории, в Мирославной теории нарушается, но нарушается чрезвычайность вакуум. В теории со слабой связью есть сумасшедший фактор подавления, связанный с тем, что вам нужна не претерпроводительная физика, вам нужно иметь большие эвакулации поля. В вакууме такие большие эвакулации поля используются очень маленькие вероятности. Вероятность это вот такая подавленная тема сумасшедшим вакуумам. Поэтому в вакууме при нулевых температурах или в областях эти процессы не идут. И вакууме вориодное число сохраняется с великолепным проществом. Когда речь идет на больших температурах, мы понимаем, что есть уже тепловые эвакуации всего наследия. В том, что есть тепловые эвакуации в калибровочных планетах. Эти тепловые эвакуации большие и быстрые, и если сделать, так сказать, аккуратную оценку, то результат будет такой, что нарушение вориодного числа за счет таких тепловых эвакуаций. Значит, вот слово здесь включилось в полярологах, в жарновых листах. Ну, неважно, большие эвакуации с немулевым эвакуичным числом, с тепловыми. Так вот, они происходят быстро по своей системе по расширению Северной, если вакуумно зрение кельцевского поля невелико по своей степионке. Буквально должно произойти такую нерависть. Быстрый энергетический сохраняется. Эти процессы находятся в тепловом эвакуации. Тепелопора, водонодача, а он неравидит. Значит, внесет тепелопор – это быстрые процессы, которые поделываются в облакуации. То есть, тепловые эвакуации средние? Ну да, то есть, вот эти вот процессы, которые у нас в человечестве, они вымывают в вакуумной симметрии температуре, превышающей вакуумность. Ну, не вакуумной средней, а средней в среде. Личина, она зависит от среды, конечно, и вакуумных. Значит, требуется такой нерависть. Так, значит, в вакуумных числа все в порядке. Теперь можно задать вопрос. Но нельзя ли такой механизм приспособить для генерации барионной симметрии? Выберем этот вопрос. Но на него сразу, значит, бушат холодные ванки. Поэтому она сваливается, потому что вселенная расширяется очень медленно. В это время, когда температура в порядке сотни гривен, а это не раз, когда начинает бушаться температура в порядке сотни гривен. Вселенная расширяется медленно. Скорость расширения вселенной. Время расширения вселенной. В два раза. Характеризуется обратным рамом. И это начинает 10 минус десятой секунды. Ну, не безумно медленно, конечно. 10 минус десятой секунды. Наивно это максимальное количество. На самом деле это очень большое количество с точки зрения слабого взаимодействия. С того взаимодействия. На них число, соответственно, минус двадцать шестой секунды. 16 стоят в запасе. Это значит, что если ничего специального предпринимать, процесс расширения приемного числа находится в тепловом равновесии, и медленно, алиопатически, если выходит из теплового равновесия, никакой генерации приемной осеньюны не ожидает. Условий сам права нарушение в тепловом равновесии не выполняется. Что делать? Нужно спасти ситуацию. Спасти ситуацию можно. Если вспомнить, что электрославная теория в электрославной тюрьме, вообще говоря, может быть в фазе ГВ. Значит, так же, как в теории деглационного состояния, при низких температурах есть премиумная температура, есть х-механический конденсат, и электрославная середина нарушена, а при высокой температуре она не нарушена. И ситуация здесь буквально аналогична, потому что есть в теории доза светоположимости, когда при высокой температуре у вас есть нормальная фаза конденсата, а при низких температурах, в стереотерапевтической есть конденсат метровской фазы. Здесь ситуация точно такая же. Если конденсат исчезает при высокой температуре, то существует приз. Такую фазу переход, в принципе, фазу перехода первого года. Что такое происходит? Из переохлажденной фазы, значит, и картина здесь, конечно, драматическая. Фазный переход происходит неоднородно. Тема образования перерапортированной фазы узырей – новые фазы. Исходная фаза – горячая середина на середине 0, середина на середине 0. Если есть фаза перехода первого года, то спонтанно заражают узырьки новые фазы, они расширяются, сталкиваются стенки, поисковые фазы находятся. И это, конечно, сильно нервно-орезкий процесс. Это сильное обновление. Значит, картина здесь драматическая, потому что рождаются эти пузырьки микроскопического размера, 10-16 см. А рождаются их, грубо говоря, несколько шкут на хаванский объём хаванский уровень. То есть они успевают расшириться почти до хаванского объёма, а уже потом их степень начинают сталкиваться. А хаванский размер на это время составляет примерно миллиметр. Т.е. они расширяются на 15 порядок, прежде чем начнут сталкиваться с грузом. Сильный нервно-орезкий процесс. И, в принципе, в такой сильный нервно-орезкой среде возможна генерация вариантов асимметрии. Действительно, есть механизмы генерации асимметрии между веществом и антивечеством, квадратный и квадратный на стенке этой асимметрии. В то время, когда этот стен движется через среду. Сильный нервно-орезный процесс. Значит, есть необходимые условия. Не нужно, чтобы этот процесс закончился. Среднее асимметрии было уже маленьким. Он уже большим, простите. И, значит, это не начинало асимметрии больше температуры, чтобы процессы с нарушением барионного числа вышли из равновесия. Иначе, после окончания процесса, опять-то, он находится в равновесии, и барионная асимметрии полностью замкнутся. Но нужно это обеспечить выполнение вот этого неравенства после окончания. Значит, стандартная модель. Если буквально взять стандартную модель с 1 х с 3 дублером, то там никаких неопределенностей нет, кроме одной массы бозона х. Мы все знаем про стандартную модель физики частиц, кроме массы бозона х. И можем посчитать, выполняется ли вот это неравенство. Опять-то такое, что нет невыполняется. При существующем ограничении на массу бозона х, вот это неравенство необходимое нам не выполняется. Значит, давайте я более аккуратно поясню, и через массу бозона х. И вообще, в чем дело? Как базовый переход первого урока можно обозначить? Значит, при конечной температуре вас интересует свободная энергия, эффективный потенциал температуры. Это и есть плотность свободной энергии. Значит, плотность свободной энергии в присутствии полиэффекта. Вы забиваете гвоздем значение Хиггсовского клуба и спрашиваете себя, чему равна при этом плотность свободной энергии. Это стандартные вычисления и теории полиэффекта. Значит, и вы убеждаетесь, что есть, во-первых, есть бремяская часть, это как бы исходный отрицатель квадрат массы, который обеспечивает то, что вы находитесь в Хиггсовской фазе, где есть температура. Есть температурная поправка, основная квадратная температура. Есть, опять-таки, гривесный кусок четвертого порядка. И замечательно, что есть кубичный член. Причем, значит, вот эти константы, альфа и бета, это константы, соответственно, по параметрам, константам, по словам теории, и причины порядка. А вот в теории, если вы понимаете, есть еще гривен? Ну, гривен отличия, они здесь не существенны. Есть интересный эффективный потенциал, потому что я интересуюсь вопросом, там какой фазы, в первом уровне, в втором уровне, вообще нет. Ну, это вычисления, которые клубатимы. Вы можете сказать, вычисления у нас в первом изгущении. А гривен отличия тоже, конечно, есть. В начале присутствует. Значит, кубичный член, это... Необходимая вещь. Если бы его не было, то соответствующий потенциал будет в точности, как в теории Геннадо-Галандау, свершим в один секунду фазовый перекон 2-го уровня. Кубичный член 100% существенный, но как раз делает фазовый перекон 1-го уровня. Он вообще довольно странный, потому что на самом деле это выглядит так. Это... Фи, это вообще говоря, дублет, да? Это компрессный дублет. И комбинация, которые реально входят, это фиг, реаснофистический директорок. Неаналитичный по полю. Откуда эта неаналитичность берется? Он существенный, но неаналитичный. Ну, откуда неаналитичность берется? Неаналитичность берется, ее, как говорится, исходная причина, это, значит, особенность при малых импульсах, при малых импульсах, при малых импульсах, функция распределения бозона. Вторая функция распределения бозона. Значит, масса бозона пропорциональна к хитлсовскому полюсу. Там как две модели, но уже разумные, траклазовки, где все имеют массу жидкости. Фи. Значит, Поэтому, вот это вот проведение, вот этот вот возриспределение при малых импульсах, оно так будет. Температура будет при малых импульсах, то есть температура при малых импульсах, так температура будет на модуль Фи. То есть, видно, что есть неаналитичность, да? Для бозона. Дофемиала нет. Дофемиала здесь ставится на плюс, никакой неаналитичности нету. Фирмену такого плана не расспросил. А вот бозоны, благодаря вот этой неаналитичности, вносит вклад в кубичную часть их импульсах. И в конечном итоге приводит к бозону. Но эта неаналитичность, она, одновременно, главлива того, что если вы не заниматься модом фирменов, то вы вообще не можете работать против его звучания. Настолько сильные и большие несовершенненные бозоны, что взаимодействие между людьми с процентом существ. Поэтому, реальное вычтение, когда вы делаете, либо вы работаете при достаточно больших значениях Фи, а это не всегда возможно, либо вы делаете излучение непонтурбативно, исходив в вашу теорию на решение. Ну, конечно, не изучали. Есть на фазу непонтурбативного такого уровня. Так вот, значит, смотрите, что происходит. Давайте мы посмотрим на момент фазы перехода при такой температуре, когда практически что-то вообще нет. на фазу. Тогда смотрите, у нас эффективный пациент будет вот таким вот образом. Вот это комбинация пугов-константов. И среднее значение поля, когда у вас исчезает шпаналатичная часть, среднее значение поля вовсюду, наверное, находится в минимизации. И причина порядка на лямб. То есть, это есть некое число, на куб калибровочной константы и на лямб. А лямб – это вот в центре четвертой степени к лямбу поля, и он же определяет вам массу хиксовского пазма. Масса базонных хиксов, которая из лямб, она известная вакууме исследования. Вакууме исследования из грант 247 г. Знаем, если масса не любит из-за базона. Поэтому вот это вакуумное зрение не знаем. Поэтому параметр, который здесь видит знаменатель, это квадратная масса хиксовского пазма. То есть, если у вас вакуумное среднее вакуумное среднее вот такое, если у вас сняла большая, то среднее среднее маленькое, и меньше, да, ну, приятно. Наша стоимость вам не выполнится. Но вы же вылили инстантологу графа? Нет, это я показываю, какие вакуумные цели не возникли вакуумные цели не возникли на тот момент, когда у вас не одержку умил, я взял температуру, и у меня минимум улет пропадает. я могу взять температуру чуть-чуть повыше, когда реальные полисторы у вас берегут, на ответ похожий. Никогда это не меняется, и результат такой, что для больших значений янг, а мы знаем, что они большие, потому что есть ограничения, у нас у вас больше, чем 114 метод значит работает вот это соотношение, а это означает, что после платы перехода, если он был оселедритель, он заморится. На самом деле все это неправильно для стандартной модели, потому что константы сайта здесь настолько велико, что этот параллель настолько маленький, что это начинание доверять нельзя. на самом деле надо делать реально, и это будет сделано вычисление в рамках решеточных теорий ответ на то, что на самом деле при таких значениях константной связи, при таких значениях массовой связи, фазу переходов в константной теории вовсе не будет. Есть два и все. Никакой это картины с кипящей Вселенной, если оставаться в рамках стандартной модели, нет. Это первое. И второе. Мы знаем с вами единственный источник нарушения ЦП, еще раз требование Андрей Андреевич Шакрова, начали, чтобы был нарушен ЦП. Источник нарушения ЦП стандартной модели всего этого. Вы знаете, есть нормальный, смешный военщий военщий Кариф москалы, военщий 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 москалы, ну это очень слабо. Он настолько слабый, что им обойтись для генерации облионной осимметрии тоже не удается. Два обстоятельства, которые не позволяют организовать генерацию бульонной симметрии, в рамках стандартной модели. Одно обстоятельство – это то, что при стоп-главной кассове парковой фазы перехода нету, а второе, что нарушение цикла 6. Так что в стандартной модели ответ такой, что генерировать генерацию бульонной симметрии, дарить по словам, а штаб будет невозможен. Значит, вопрос. Давай не расширить стандартную модель, генерировать генеральную асимметрию, если есть. Вдруг она действительно обморозка организуется и генерируется, и как раз может быть масштабной федеральной. Можно ли расширить стандартную модель так, чтобы всё-таки сгенерировать генеральную асимметрию? Что для этого делать? За счёт генерального процесса. Ну, для этого требуется, во-первых, увеличить вот этот коэффициент. А вот помните, что он взялся из бозонов, которые взаимодействуют с полинг-хиксом. Вот он отсюда сейчас. В полинг-хиксах, константы взаимодействия этих бозонов с полинг-хиксом, и мне нужно, чтобы этот член был существенно небольшой. Так не нужно, чтобы у меня было взаимодействие бозонов с полинг-хиксом. Это уже новые бозонные поля, новые бозонные частицы, которые взаимодействуют с хикс-хиксом. Так, и достаточно сильно взаимодействуют с хикс-хиксом. Значит, эти бозоны должны быть лёгкие. Они должны присутствовать в среде при температуре порядка 100 г. То есть масло иногда взаимодействует порядка меньше 300 г. Вот добавившие такие частицы в достаточном количестве, можно организовать бозонные бозоны. В суперсимметричных расширениях это удается сделать, считая, что скалярный суперпартнёр топ-хватка имеет маленькую масло меньше 900 г. Это для LHC легко. Ну, для LHC при его хорошей нормальной человеческой сеттимости. И в реальнии это лёгкая задача найти. Скалярный суперпартнёр топ-хватка с массой меньше 200 г. Так что такой стандартный, ну и вообще в любом случае, если вы хотите исправить положение с фазов первого урона, вам нужно специально устраивать динамику в Хиггсовском секторе или секторе спонтанно решения симметрии в электрославной теории, так что носить лёгкую фазовую перекопию 1-го урона. И это мы, конечно, узнаем из экспериментов небольшого урона. Значит, это мы сделаем фазовую перекопию 1-го урона таким образом. Если мы ещё добавим дополнительные источники ЦП-нарушений, тогда мы сможем генерировать варианность сметрии. Значит, варианность сметрии генерируется, как мы говорили, на стенке расширяющихся пузырей. На расширяющихся пузырей. Это то место, где наиболее сильны эффекты нарушения терпотипового равновесия. Значит, стены пузырят широко. Это профи хиксовских полей. То есть надо, чтобы было несколько. Надо, чтобы ЦП было нарушено на этой стенке, и квадры взаимодействия со стенкой ЦП не были. Значит, нужно нарушение ЦП хиксовских полей. Нужно несколько хиксовских полей. Нужно взаимодействие между ними, которое нарушает ЦП. Тоже задача вполне пассивная нарушение. Ну, насчет нарушения ЦП взаимодействия хиксовских полей. Это дело, может быть, для атаксии непростое. Но обнаружим лишние дополнительные хиксовские поля. Это все дополнительные способности. А для пейсикровенной симметрии это? Ну, в суприсимметрии это обязательно, да? Там требуется обязательно вводить два хиксовских поля. Иначе там требуется вообще минимум два. Вообще, как сказать, кто сказал, что природа не будет? Смирение. 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 Смирения. Смирение. Смирение. количество, то почему хорошее? Потому что он в трёх хипостасе бывает, у него три цветовых состояния, что сразу украивается ферма. Поэтому тут надо не просто одну частицу, а чтобы побольше цветовую частицу. И обдорожность лесных базовых лиц будет сильное указание на том, что да, мы их направим в руки, и генерация временного асимметрии может быть действительно исходила в регионах литрославных. Значит, опять ситуация неоднозначная, потому что литрославный механизм отнюдь, по-видимому, не самый популярный сегодня сценарий генерации временного асимметрии. Видите, что он требует, так сказать, довольно-то специальной динамики на масштабе соревнования. Есть альтернативы, в частности, литрославный механизм, о котором я упоминал. Красивая идея, не привязанная к маске асимметрии, а к асимметрии на исцеляции. Дальше может быть его работа. Но вполне может что-нибудь совсем другое. Но в любом варианте надо сказать, что есть вопрос. Вопрос, на который практически ни один механизм генерации асимметрии между веществом и антивеществом, и механизм генерации темной материи не отвечает. И этот механизм генерации асимметрии, а именно, мы знаем, что барионная плотность асимметрии и плотность массы асимметрии отличаются всего в пять раз. В пределах порядка величины совпадают. Как такое получилось, совершенно непонятно. Потому что механизмы генерации, о которых мы говорим, никак не привязываются к барионной асимметрии, и плотность массы темной материи, они совершенно развязаны. Между ними могло быть любой совершенно совершен. Тем не менее, оказывается, что различие всего в пять раз. У нас этот вопрос истинный. Может быть, мы не на правильной пути, может быть, надо искать... Ну, на самом деле, есть, конечно, предложения по поводу того, как такое возможно произойти, но надо сказать, что они такие не очень трудоподобные, не очень любые. Может быть, надо искать красивый механизм, объясняющий вот эту барионную асимметрию. Ну вот, значит, Владик, подскажите нам что-нибудь про эту барионную асимметрию, а здесь я подсказываю не буду. Ну, наверное, давайте мы сейчас сделаем другую. Может, дальше я хотела перейти к следующему. К следующему. Между нами. Спасибо. 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 О темной материи, они предполагают, что они работают на горячей стадии в этой связи. Думается, что горячей стадии, и это почти наверняка, что горячей стадии, в которой вот рацион доминирован, предшествовала стадия, какая-то тёмная. И вообще нельзя исключить к тому, что пиво-курионной святы, либо темной материи генерировались на предыдущей стадии, на предшествующей стадии горячего хорошего языка. Есть ли какие-нибудь свидетельства того, что генерация происходила... Точнее так, можно опровергнуть утверждение, что генерация темной материи генерировались на стадии горячего хорошего языка. Или это вещь в себе и опровергнуть ее невозможно. Наоборот, на них могут быть дискриментальные данные, которые свидетельствуют в пользу тактой возможности, тактой взгляд на вещество. Вот это я хотел с вами обсудить. И вопрос интересный, в частности и тем, что отчасти у него есть ответ. Значит, для того, чтобы его обсуждать, давайте обсудим, какие бывают... Значит, мы знаем, что Вселенная не вполне однородна. Есть галактики, есть скопные галактики, они возникли из первичных неоднородностей. Эти первичные неоднородности мы видим, в частности, были с галактики и вызначены. Значит, какие в принципе могут быть изначальные первичные неоднородности? В принципе, могут быть разные, чтобы Вселенная была компонентна. И, в принципе, можем мыслить себе неоднородности разных дней. И вот их классифицируют на то, что называется на жалобе. Адиоматическая мода и мода постоянных признаков. Сейчас объясню, что я понимаю. Адиоматическая мода такая, в которой плотность энергии имеет неоднородность. Соответственно, есть неоднородность в тебя, в вас, значит, вещество Вселенная неоднородная. А химический состав среды один и тот же. Всюду. Значит, на нашем с вами языке это означает, что плотность барионного и плотность массы барионного. Контропия, плотность асимметрии. Везде одинаково. Возмущение в этом параде принято. Значит, что у вас химический состав в одном месте у вас себя, в другом месте у вас себя. Не отличается этот парад. А плотность в одном месте побольше, ну, поменьше. Температура в одном месте побольше, ну, поменьше. Если темную материю берем на асимметрии и не имеются на горячей стадии, то это обязательно. Почему? Потому что физические процессы, которые происходят в разных частях Вселенной, они эти. Если изначально у вас была одна всего компонента, все было в тепловом равновесии, в другом месте, то, значит, есть только неоднородность и плотность. Затем, когда происходит процесс генерации барионной асимметрии или темной материи, у вас одно и то же значение барионного числа эндокосиндропии, будет все равно в секунду. Это обязательно, еще раз, значит, вот такая, как говоря, вода возмущений, такие изначальные возмущения с постоянным, независимым пространством, химическим составом, это обязаловка, если изначально все у вас будет тепловом. Но, в принципе, можете вместить и другие возмущения, как говорят, модные возмущения, а именно возмущения такие, ортогональные. Такие, что на горячей стадии, когда у вас фотоэлектрическое вещество доминировало, плотность энергии была постоянной в пространстве, и, соответственно, температура была одна и даже везде усиленная. А был, наоборот, неоднородный химический состав. Планировалось отношение плотности барионов к плотности энергии. Это называют барионные моды постоянной грязны. Постоянная грязна – это потому, что плотность энергии, которая сидит на горячей стадии физиологической среде, она одна и даже везде усиленной, однородной, а не однородной вот эти вот величины, которые организуют химический состав. Их еще и называют энтропийными мокринами, потому что энтропийные барионы, величины, стердые на тени, разная красная сторона себя. Вот такое не может произойти, если барионные оси приедут тёмные материи, генерировались в процессе горячей эволюции Семеры. Сначала цередовала этот план. Вопрос. Можно ли различить, какие на дне возмущения другие? И ответ этот вопрос положил. В первую очередь, он связан с измерениями с измерениями. Это артикул, конечно, длинный мегатрата. Это, значит, температура рептого излучения зависит от положения на невесты свиньях. Значит, горячие области здесь, более горячие, более холодные, темные области. Ну и масштаб здесь, так сказать, температура, температура, температура. Микрокемер. Если температура 2,7 кемер, то речь идёт о сочи микрокемер. Такие нет. Такая зависимость есть температурные возмущения от направления. И это, собственно, не говорит вам, как ни говорили в облачении, вот где-то здесь, в конце концов, образовался здоровый классный талант. Ну, вот где-то, все-таки, еще не здоровый образовался, значит, большой размер. Классный талант, наверное, очень много. Теперь, значит, как люди анализируют эти карты? Ну, простой способ анализа состоит в том, чтобы разложить неоднородность температурную и эстетиферию по сферическим гармонам. Из этого как разложение по сферическим гармонам будут извлечь коэффициенты А1 из карты температурного сфера. И они вам будут свидетельствовать о том, какие же волны и какие возмущения были в плазме на разных масштабах расстояния, которые мы видим, от разных минут. Большие, соответственно, маленькие уголовные масштабы и, соответственно, в сравнительно малых длинных волн возмущений, которые были в этой цели. Теперь все согласуется с тем, что, ну, или почти все, есть приват на это тело, но, так сказать, с определенной долей уверенности можно говорить, что вот эти коэффициенты представляют из себя гауссно-случайное поле. Это экспериментальный поле. Причем гауссно-случайное поле незатронное. Так что вот эти коэффициенты, что это значит гауссно-случайное поле? Что они независимы, что их усреднение по ансамбле пропорционально на дельф сегон, международными. А из графики говорят о том, что вот эти коэффициенты, которые характеризуют нам повышение на разных длинных волн и на разных путиков, что они зависят только от L, только орбитального уголовного числа и не зависит от L от того второго уголовного числа. Значит, это свойство изобретения. И оно тоже подтверждается. Хотя здесь тоже и есть подлинцы разговоры всякими. Теперь нужно полезно понимать, что если я хочу узнать, чему равна фунтуация температуры в данной точке на небесной сфере, то она будет равна вот такой величине. Ну, если я считаю в среднем, сделано. Ну, или, примерно, если величине это больше 5, то это вот такой вот R. И вот такая величина, именно L плюс аминца L характеризует вам фунтуацию температуры, вклад в фунтуацию температуры этого рифмического интервала оборотов. Значит, одно слово по поводу соединение. Значит, соединение по ансамблю. Что за ансамбль? Ансамбль Вселенная. Типа наша. Здесь все то же самое, как у нас, только случайно в поле выпадает разная реализация. Ну, по вселенной значит, по ансамблю Вселенной по нюне. У нас одна Вселенная. Поэтому реальное соединение происходит по по n для данного уровня. Такие статистические свойства встречаются для одного всего набора коэффициентов по n. и это можно делать если у вас сфере большой, если у вас есть много норманий, то значит, это может делать сфере что у вас есть одна вселенная и в ней галкс ваше случайное поле приняло вполне определенное значение есть статистическая неопределенность которая на самом деле доминирует с ремальным полем. Значит, матка картина в зависимости от a d r буквально вот вот комбинация с на плюс 1 ц значит она может превратить далее квадрат квадрат в масштабе ну и а здесь обращаем внимание что ось довольно часто выбирается в таком геоскопе значит вы первичный масштаб до 200 и потом нормальный масштаб линейный после чтобы показать поведение небольшим значение данного момента небольшое значение рентальной партнеры это рентальные данные картиночки это лучший фильм теоретический и видно следующее вот эти усы не отношены к эксперименту справа это как раз та самая космическая космическая косметика дает значение с лучшей точностью но это достаточно бессмысленно потому что все равно есть объемы связаны с тем это есть вот эти усы справа это ошибка дальше вообще вот эти усы справа это уже ошибка эксперимент вообще все вот эти усы справа это значит видно что континент очень непривиально видно что есть структура пики дальше вырубали велосипедные привалы почти плоскость теперь достаточно непривен но знаете простая физика простая физика состоит в том что значит у вас есть изначально неодородности плотности который кстати механизм генерации отсутствует в теории горячего большого взрыва и с генерацией справляется инфекционная теория возможно есть галлюционные уголы первичные не только неодородности плотности но и неодородности нет это соответствует традиционного значит тот факт что кэффициент rm это гауссово-случайная величина соответствует тому что изначальное фруктура циклонности это случайное гауссово-поле и это на самом деле сразу подсказывает вам источник гауссово-случайное поле станет свободное квантовое не взаимодействует с этого поля и супер если вам удалось усилить вакуумные фруктуации этого поля и вы получите диаметры случайно. Так что, скорее всего, вот эти неоднородности и плотности взялись из вакуумной фруктуации в квадрате, за счёт этой усилии. А уж какой механизм усилий? Вот, в любом варианте. Теперь, значит, вся эта картинка совместна с тем, что спектр фруктуации изначально плоский. Что это значит? Значит, если я посчитаю фруктуацию и буду изучать вклады разных длингов или разных полмоговых векталлов в разные инкульсы, то алгоритмический интервал этих инкульсов вносит более-менее один и тот же вклад, независимо от того, какой инкульс мы рассмотрим. Если НС равно единица, это вопрос терминологический или исторический, почему так назначают показатель спектра. Если НС равно единица, то зависимости от каза здесь вовсе нет, и все алгоритмические интервалы инкульсов вносят один и тот же вклад фруктуации. Это называется полский спектр. Масштабный инкульсов из спектра, который в свое время предложил Ищик Галисову Зельтович давным-давно независимо от каких моделей генерации. Современные данные более-менее согласуются с тем, что это показатель образования, хотя показывает, что может быть спектр немножечко красный. В рамках 3-х терминологических поднимий, это 0, но центральное значение отрицательное, значит спектр красный. Меньше и малы, и плюс, и больше. И это все в предположении, что революционный дом первичных методов. Значит, эти же наблюдения, о которых я показал, показывают, что революционных умов мало. Вклад в революционный дом, определенный революционный дом, точнее, квадрат в отношении квадрата комплектуальной измущенной плотности, это величина небольшая, меньше, чем два способа. Потому что достаточно информативная картина. И это вот, так сказать, сегодняшний статус. Значит, вот здесь отложен на квадрат спектра, единичка, это точка гадреса Медведовича. Значит, ну, а это контуры одной стандартных методов. А это всякие разные революционные методы. Здесь отложен на квадрат спектр, а здесь отложен на относительный квадрат спектр. Значит, сегодня исключить гадреса Медведовича нельзя, но есть указания, скажем так, на то, что спектр не совсем гадреса Медведович. И это более-менее согласуется с последней моделью революционных методов. То есть у нас есть изначальное возмущение, дальше они эвакционируют. Значит, если речь идет о барионфатомной пумании, о барионфатомной плазме, то до рекомбинации они эвакционируют как ЦРВ. Да, это звучание и эвакционируют как ЦРВ. И это звуковые волны. Значит, в этом варианте звуковых волны сохраняется конформный импульс. Физический импульс падает, как и не цена. Соответственно, для налога расцветок на штабный фронт, понятное дело. Значит, и осцилляция происходит вот таким вот образом. Значит, это звуковые волны с данным конформным импульсом, с данным значением импульса. Это и есть КАА, физический импульс. ВС, скорость звука, это что-то есть физическая частота. И проинтегрируем вовремя, на полной осцилляции. Значит, важно, что здесь косинус стоит, не синий. Почему? Потому что зафиксирована фраза осцилляции. Изначально уравнение звуковых волны имеет два решения, конечно, уравнение второго поля. Но если вы подъедете до заднего времени, то есть два решения. Одно решение постоянное, а другое, если вы будете двигаться к нулю по времени, резко растет. И наоборот, если будете идти вперед по времени, она быстро падает. Прежде, чем эта осцилляция начинается, идет вот такой вот режим, когда она будет постоянно, а другое падает. И падающие волны отсутствуют. И поэтому фазу фиксируем. У вас есть всего одно решение. Значит, это решение оси. Значит, возмущение в темной материи не отсутствует. Темная материя без давления. Поэтому возмущение не отсутствует. Значит, и все это провинцируется в результате на осцилляции возмущения плотности от функции импульса, на метр рекомбинации. Правильно? Эта мода на метр рекомбинации становится вполне определенной. по величине. И в зависимости от того, чему равна ваша фаза, то есть воспользуют либо 0, либо 1. Это значит, что у вас должна быть, у вас имеется селекционная картина от функций импульса и длинной волны. И, соответственно, осцилляционная картина в ваших наблюдениях. Если у вас волна успела расти сколько надо, так что я спросил, сказал Данил Евгеньевич, значит, волна будет максимальная, в ней будет самый большой эффект на анистративе длинного излучения, и этот тейпульс вы видите под определенным углом всего. Поэтому осцилляционная картина буквально возникает из того, что у вас есть разные фазы волны разной длины, некоторые волны определенной длины успели родиться как раз попасть в фазу в момент рекомбинации. Понимаете, это четвертый фатрон. Вы смотрите на них и видите, что у вас наиболее сильная эффективность температуры в соответствующей углу волны, в соответствующей углу волны. Это и есть методическая анистративация, которая вот здесь показывает. Это будет первая волна, вторая волна, третья волна, и вот они четвертые. Алина, да? Значит, расстояние между ними угловые примерно один. Продолжим. Теперь это значит... Есть еще один эффект. Эффект связанных с тем, что у вас есть волнущение и в темной материи, и в прием-фотонной компанией. В прием-фотонной компанией происходит только осцилляция, возмущение в темной материи постоянно, между ними есть и конференция. Если у вас есть волнущение темной материи и в прием-фотонной компанией, имеет одно и то же происхождение. Если в одном и том же месте и бареолог больше, и температура больше, и темной материи больше. Если у вас имеется адиоматическое моде, если у вас химический состав один и тот же, это значит, что там и больше температура, там же больше и темной материи. Значит, у вас происходит интерференция между велен-фотонной компанией и темной материи. Есть интерференция тоже, если прием-фидец, она вина. Прием-фидец, она вина. Важно, что у вас происходит вот такая вот неравномерность в высоте петли. Нечетные петли выше, чем четные. Какие условия интерференции? Более того, у вас вся эта картинка не проседает до румя. Если бы космус, то вы проседали бы, понимаете? Это картинка, которая не проседает до румя. Значит, у вас есть интерференция, постоянная часть, неосцелилирующая, неосцелилирующая часть. Вот такая вот картина. И это, на самом деле, очень информативно. Так, например, наверное... Еще раз, что это информативно, почему? Потому что отсюда вы можете понять, у вас возмущение в темной материи и возмущение в район-фотонной компоненты. Скормулируем друг с другом или нет? Один и тот же их источник или разный. Значит, в адиоматичном море это один и тот же источник. В море постоянной кривизны? Нет. Источником всего является нефунктуацией в темной материи. Картинка совершенно другая. Вот картинка, которая здесь возникает. Значит, это адиоматичная. Это очень много зависимость от этой цели. Значит, здесь разные вклады есть, о которых я не буду говорить. Давайте о чем мы будем смотреться в базу. Она выглядит таким вот образом. Буквально так, как доктор прописал. Ну, если отвлечься от того, что здесь уровень отличный масштаб, а там же масштаб отчасти уровень отличный, отчасти не уровень отличный. Ну, видно, что у вас есть высокие кривизны. Есть, как сказать, нечёрные, не выделенные, по сравнению с чёрными. Значит, картинка такая-какая-какая-какая. Значит, если посмотреть на, значит, моду постоянной кривизны, темной материи, то картинка совершенно другая. Значит, здесь их находится в районе 200, здесь первый пик, низкий, находится на уровне 100, и следующий, да, примерно 30. То есть они совершенно другие в той фазе, как на самом деле. На самом деле, посмотрим ещё на эту картинку. Вот вам правило, старый действие. Первый пик, и дальше следующий пик. Примернейший список. Примернейший список. То есть это говорит о том, что действительно имеется теоретические моды возмущений. То есть моды возмущений, в которые химический состав среды один и тот же всюду. И сегодня ограничения на пререзь будут постоянно кривизны на уровне 10%. Любовь из какой-то, но всё ждёт серьёзное ограничение. И это действительно указывает, по крайней мере, на то, что брионная сметрия и тёмная материя вы для бриона сметрия ограничение похуже, потому что для бриона сметрия ограничение похуже, брёна там меньше похуже. Ну а при выслушке, это было не то, что да, похоже на то, что тёмная материя и брионы генерировались на горячей стадии, так что там, где температура вышла, там и тёмная материя вышла. Вот с такой точностью мы сегодня это сделали. Но важно следующее. И это очень интересно, в связи с тем, что сейчас только облетает план вот этот следующий ступень, который измеряет несколько первых видов излучения, и его данные будут ещё более точные и продлёсами полностью больших лет. Так вот, вопрос интересный остаётся, потому что даже маленькая привязь моды постоянной кривизны означало бы, что мы грубо ошибались, что генерация темной материи происходила до горячей стадии. До горячей стадии, если в генерировании всё равно, никакой постоянной привязной быть не должен. И поэтому этот вопрос интересный, и, значит, один из вопросов в планку такой. Есть или нет? Вон, постановление белизны. Ну, вообще хотелось бы, чтобы её не было, но если она найдётся, будет революционная система. И вообще, тогда разговоры о том, что LFC найдёт, что такое дело уже на генерии, а не все произойдут. Ещё раз. Если у вас сначала всё было в равновесии, и частицы тёмной материи, и марионы, и фотоны всё вместе, тогда отношения, которые генерируют в разных местах Вселенной, независимо, но одними и теми же физическими процессами, генерируют, скажем, тёмную материю. Когда у вас отношения плотности тёмной материи к антропии одно и то же во Вселенной, не зависимо от того, куда вы сможете. Оно определяется физическим процессом, в котором это всегда происходит. И это буквально означает агреопатическое время. Если у вас здесь образовалось больше тёмной материи на фотон, чем здесь, это означает, что у вас либо это было заложено до большого взрыва, либо у вас разные физические процессы происходят, то есть вообще невозможные физические процессы. Поэтому революция будет состоять в том, что генерация тёмной материи происходила, если Вселенная имеет разный химический состав разных стран. Это значит, что генерация тёмной материи происходила совершенно не так, как у нас. До горячей страны. Ну, то есть у частицы, значит, нигде не трогены? Наверное, и частицы нигде. По-моему, и нигде не трогены. Их тоже, наверное, можно генерировать на стадии химический. Но ясно, что у них один совсем другой, все вычисляют совершенно другое. То есть все эти соображения о том, что нужно иметь сечение мегиляции, проекта, и так далее, и так далее, все они ведут к этому вопросу. Ну, пока такого революции не произошло, пока все, 276-21 год. Ну, теперь несколько замечаний уже, так сказать, общего плана. Что нам еще можно сказать? Вообще-то, можно не гораздо с другой стороны запечатать. Например, обсуждается довольно серьезно, не то, что совсем уже зачастую. Значит, обсуждается возможность того, что масштаб квантовой гравитации не плановский, а ТЭР. И соображение такое. Вот есть у нас в природе интересный и важный масштаб ТЭР. Электрославный масштаб. И гравитационный масштаб 10-19. Давайте попробуем сказать, что на самом-то деле гравитационный масштаб это тоже 5. Такое можно сделать, если предположить, что наш мир имеет больше, чем 3 пространственных измерения. И более того, если вот эти дополнительные измерения, значит, если эти дополнительные измерения, это большой размер. Ну, тогда, конечно, это будет еще, да? Другая революция. Потому что тогда, значит, кавайдеры начнут изучать квантовую гравитационную. Ну, может быть, не уйти, так сказать, еще. Значит, тогда, конечно, по слову, не вся может другая. Тогда можно будет доверять всем нашим вычислениям космологии, начиная с ТЭР и не выше. Денфляцию нужно делать тогда либо в квантовалюционном режиме, либо в режиме малых энергетик, я бы. И генерируем приемную асимметрию и темную материю, и уж точно до масштаба меньше чемпиона. Или все это делать в режиме квантовой реабилитации, что еще более увлекательное и засуществление монетчика. Так что в таком варианте все будет очень интересно. И долго придется вот собираться, строить новый коллайдер, изучать квантовую реабилитацию на них. Раннюю космологию начну изучать, микроволонию, все будет очень интересно. А первая возможность есть, так сказать, не исключено. Есть, наоборот, гораздо более пессимистичное развитие событий, на котором я наконец-то хочу остановиться. Давайте думаем, как хорошо устроена наша усилия. Замечательно. Многие параметры, которые с потолка могли быть какие угодно, оказываются очень даже удачными. Например, космологическое постоянное, теория, плотность теории, плотность синергии. Сегодня экспериментально известно из истории Невышления Вселенной, что ее величина вот такая, героскопичная. 10-3, электронный вольт, всего 14-3. Совершенно никуда не лезет число. В физике частиц чисел 10-3 электронного вольта отразить не было. Минимальный масштаб – это масштаб квантовой динамики, это сотни метров, а не как-то 10-3 электронного вольта. Тем не менее, если бы космологическое постоянное энергиематуме было на пару порядков больше, чем это число, по абсолютной величине, то нас бы с вами не сидело. Значит, темп расширения Вселенной был бы настолько большой, если бы космологическое постоянное положение, ускоренное расширение, для чего это было настолько вероятно, что галактики не успели воспоминяться. Если бы космологическое постоянное было доицательное, и на пару порядков больше, то тоже шла, потому что Вселенная сжалась к другим, да и коллапсировала, перестал расширяться, и коллапсировала, задонну до того, как говорят в историческом энергии. Так что вот это число, которое, на первый взгляд, кажется идиотским, оно очень даже подходящее, очень даже полезно для нашего с вами, для энергетика, что это число не оказалось помольше. Дальше. Мы с вами и автографы говорили, что возмущение плотности изначальной имеют величину порядка 10-10. Это тоже удачно. Тоже замечательно. Значит, если бы эти возмущения были на порядок меньше, то надо бы тоже с вами их действовать, потому что галактики не успели бы сформироваться до начала доминирования темной вины, до начала ускоренного расширения. Значит, никогда бы не успели. Если бы эта религиозна была на порядок больше, как хорошо, дурки тоже не очень хорошо, потому что тогда, ну, это, так сказать, результат диплом расчета, тогда галактики с формированием гораздо больше, они были бы гораздо плотнее, они были бы очень массивными. И планеты, вроде наши, не удерживаются были. С большой вероятностью, рядом налетающая звезда сбивала бы нас с орбиты Солнца. Поэтому это число тоже удачно. Подходящее. Значит, мы знаем, уже говорили, что есть темная материя. Тоже повезло. Значит, без нее структуру невозможно было образовать. Давайте физику частиц поймем. Значит, масса нейтрона немножко больше, чем масса протона. Но немножко. Очень слабая. Может, если масса нейтрона была гораздо больше, чем масса протона, то, что вы тут за что? Ядра бы все расправили. Нейтронные ядра бы расправили. Наоборот, если бы масса нейтрон был легче, чем протон, протон бы расправился. Значит, можно лежить без водорода, трудно сказать, но, наверное, не очень хотелось. А если сильный, значит, тяжелее будет протон, то и опять я это понимаю. Все это игра между чем. Масса нейтрон, 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 нейтрон. Ушевели их и привели. Такой тонкий баланс нарушится. Ну, дальше можно фантазию включать бесконечно. И вопрос о электростантовом масштабе – это ключевой вопрос для современной физики. Откуда взялся и чем поддерживается этот слабый масштаб? Почему он настолько меньше, чем масштаб эволюционной взаимодействии? Что за это ответственность? В этом контексте, при таком, как говорится, мышлении, можно ответить. Найдем почему. Надо, чтобы слабые взаимодействия были, но мы и звали. Они не были выключены, чтобы константа фермерской была не равна нулю, но все-таки была нуля. Вот я вам, как говорится, домашнее задание подумать. Чем было бы плохо, если бы фермерская константа была равна нуля. Услаба Замоиси не было бы курс. Я думаю, страх вы будете, да? У нас первая реакция термояльного цикла в Солнце какая? Расскажешь. Ответ на слабые взаимодействия. Ответ на слабых взаимодействия. Значит, поэтому нельзя константу фермер, микрославный масштаб, нельзя сильно выносить из области света. Значит, я на сегодня вывод такому взгляду, который получил название «когда ты назывался англопным принципом», ну и сейчас можно такое использовать, а сейчас все больше, так сказать, по влиянию населенных, использую слово, ну, как здесь написано, ну, аргументный, значит, удобство проживания. Ну, в общем, эта идея давняя, сформулирована была давным-а-два, и звучит так, что то место, где мы находимся во Вселенной, неоправедливостью является привилегированным местом, так, чтобы оно было согласовано с тем, что мы существуем как наблюдательные народы. Мы находимся там, где можем находиться. Некотинка такая, что в разных... Сулача Вселенная очень большая, гораздо больше, чем у юридических. Где-то константы связи одни, где-то константы связи другие, где-то нейтроны гораздо тяжелее, чем протоны, а вот есть места подходящие, и в этих местах мы можем существовать. Как вы видите? Значит, картинка... Я вот такую картинку привожу в физице. Значит, есть большая Вселенная, везде она неогендаемая, там все неправильно, в другом месте мы просто не могли образоваться. Значит, картинка, конечно, не такая... на мысли на поле. Такие довольно грустные, потому что вместо того, чтобы пытаться отвечать на физические вопросы, вы прячете голову под рукой и говорите, все так, потому что не начали. А другая проблема состоит в том, что мы, на самом деле, не знаем, какие параметры определяются из которых мы образовываем, а какие должны быть выводимы из более фундаментальных параметров нашей, теории нашей физики. Ну, я могу себе представить, что волейнатор Менделеева можно было тоже оборотный аргумент приводить, и совершенно другие параметры есть. И говорить, что да, вот, так сказать, параметры элементов будут такие, какие и надо, и мы не могли существовать. На самом деле, мы знаем, что свойственным элементом является для терминальной массы, ядерной массы. Поэтому, на каком уровне включать отрокное мышление, это совершенно не понятно. Ну, в общем, это всё достаточно грустно, потому что, так сказать, если это так, то какие-то вопросы мы, вообще говоря, можем не найти эмоционального ответа. Но это может быть вполне и правильно. И что интересно, и я хочу закончить, что большой обороны коллайда, хотите вы этого или нет, может таки дать дополнительный стимул мыслить отроков. Потому что хиггсовский масштаб, микросталовый масштаб в стандартной модели, ничем не объяснить. Более того, он нестабилен относительно эмоционального оправа. Поэтому, если окажется, что есть хиггсовский бозон и больше ничего, представьте себе, что начали обороны коллайда, найдём паспорт хиггса в стандартной модели, закроет, усилит. Закончит, завершил, а больше ничего нет. То тогда сильнейшим аргументом, на мой взгляд, откроется отроки больше. В дальнейшем финансировали. А? В этих дальнейших финансировали. Ну да, конечно, это вопрос. Ну хорошо, я заканчиваю тем, что есть целый спектр, как говорится, возможностей, возможных исходов равноводной речи, он может обнаружить тёмную материю, он может обнаружить динамик, который ответственный за приёмные осимметрии вселенной, может быть вполне обнаружить, что всё-то совершенно не такое, о чем мы с вами разговаривали здесь, но в этом после. Может обнаружить что-то совсем, так сказать, неожиданное и серьёзное, типа больших дополнительных измерений или тело-регуляционного масштаба, может быть ещё что-то, ещё более неожиданное обнаружено, во всяком случае, так сказать, афиатический плюс, можно поддержать взгляд антропы на вещи, и это будет, наверное, более быстрый способ. Но, в любом случае, представление о том, как устроена индивидентальная физика, включая космологию, и РПК будет изменено, дополнено в результате работы в прошлом году. Короче. Всё, спасибо. Вопросы? Можно я тоже? В самом начале, в первой веке, когда Вы о Каббасе постоянно говорили, вот, мне кажется, ещё 20 лет назад примерно, вроде небольшой столб, все эти космологические величины были, известно, с удручающей малой точкой. Особенно... Да. Пятьдесят столб, чтобы считать, да? Более того, были две конкурирующие точки зрения. Они говорили, что 100, 8-2, 10. И говорили, что 50, 8-2, 10. Вот вопрос... Да, вопрос... Вот о чём. Вы играете группировку или нет? Благодаря... А сейчас вы играете 7,4 плюс минус 1,4. Благодаря чему стал обманывать правую точность? Ну, это несколько эффектов. Во-первых, Каббас. Это имеется в виду Аббас Бейстерескопа. Аббас Бейстерескопа. Он сделал, и он промерил разные стандартные свечи с хорошей точностью. Цифилиды, сверху, и очень качественные данные, чтобы построить диаграмму Каббаса совершенно другую точность. Это одновременно означает, что физика цифилиды и физика всех стандартных свечей уже так хорошо понятны. Ну, про цифилиды понятны. Про сверху, во-первых, тихо не очень. Но всё согласуется с тем, что они будут как раз набрать на свечи. Это филонология, это не теория. Но, так сказать, пока ничего не хуже. Теперь, ведь речь идёт, на самом деле, о современной Каббле, это значит, вы сможете смотреть на не очень большие красные свечения. Красные свечения в Ирдбан, или в Ирдбан, или в Ирдбан, или в Ирдбан. Поэтому, значит, тут уже с него отсрочены. Это первое. Второе. Параметр Каббла, современный, и для расширения современных в прошлом, существенно входит в описание периодового излучения. Это тривая, которую мы здесь получили. Тривая. И если вы расширили параметр Каббла излучения, то эта тривая возле. Поэтому критирование период выдает вам, ну, тоже с некоторой точностью, ну, буквально, как и вы, точность будет похоже, чем заявлено, да, здесь написано. Но тоже это, так сказать, единицы несколько. 3-4, 5 кг. 67 кг. Наконец, есть ещё один набор данных, так называемых. Ну, на самом деле, есть много других. Но, в частности, есть очень интересные и полезные данные по приёмному акустическому связи. Я уже на это не остановился. Но это есть некая черта спектра неоднородности и тёмности материи, связанная с тем, что... Вообще физика очень красивая, могу бы слово сказать. Физика такая. Вот у вас есть тёмная материя, неоднородность, изначально. В этом же месте, неоднородность, приём фотом. Изначально они вместе находились. Потом, скажем, превышение плотности на цепи. После этого у вас появляется волна. Звуковая, барион фотом в среде. Ну, если это циферическая голосковая, то это циферическая волна. Она раздвигается на определённое расстояние. И превращается движение этой волны до малинейной мгновенной. Значит, у вас есть плотность тёмной материи здесь, и коррелированная с ней плотность варионной материи, варионной, на вполне определённом расстоянии. Ровно расстояние, на которое убегает световая волна с момента вашего тела. Значит, у вас есть вот такая линейка. И эту линейку вы видите, в зависимости от расстояния до неё, под разные угла. Значит, эта линейка измеряется. То есть, это прямо измеряется короляция между одной крупностью и другой. И, имея эту стандартную линейку, вы можете по ней определить, насколько расширилась Силенда. Речь идёт о небольших классах. Смещается сравнительно, в виде виничках. И по ней вы можете определить, насколько расширилась Силенда. Это тоже дополнительная точка информации. Собирая всё это вместе, вы получаете хорошую точность снижения на людей космологических данных. То есть, это результат, на самом деле, вообще... Это результат операции всех космологических данных. А вот когда следует ожидать, собственно, открытия Базона Хиггса на... Это просто сложно. Значит, Базон Хиггс – это сложная частица. Потому что он не должен был сказать. Никогда. Ну, ты не хоряб. Система себя определяется. Ну, официально, с точки зрения Виктор Кэмс, они только после 12-го года. После остановки. Но, по-моему, много-то раньше. То есть, просто короче. Но официально они говорят, что до остановки они в них были дальше. Нет, это уж точно они не ранее. Да. Но если не в Газон Хиггс, тогда уже после 12-го года. Ну, после 12-го определял вопрос через сколько лет? А здесь есть от массы. А здесь есть от массы. Из сложной частицы. Три года, тогда три года уже они. Может и 12-го. То есть, если через 3-го года они вообще отзываются. То есть, если 3 года не убираю, знаете, что… Я просто по разу не положу. И вам нужно еще и в отмене свои региалы. Сколько? Сколько? Думаю, что это не 5-для. Зависит от массы. Если ХИЦ тяжелый, с 60-ти, по-моему, 7 до перерыва могут сделать. Ну, да, 2-3 можно найти. А если масса у него 120-125, то 5-ю годами отходишь в неделю. А если не найдут? Когда же? Чем другой найдешь? Что ему точно похоже? Думаю, что без этого нельзя. Вообще, есть, конечно, сценарии без ХИЦА, но там полно всего другого. И они, вообще говоря, те, что известны, они противоречат данным прецизионных экспериментов солдат. В основном. Поэтому, значит, либо должен найтись какой-то аналог ХИЦА, либо там должен найти целый запар частиц, которые заменяют одну ХИЦ. Если не того или другого не будет, это я вам говорю. Другая аудитория, что всем надо будет забыть. В дворе не в дворе не подбежит. В дворе не подбежит. Есть ли альтернативы наблюдающие космологии, которые могли бы вывести в космологию? Ввести не очень. А когда космология дает космические лучи? Нет, нет, нет. Вовсе нет вообще. Я не думаю. Может быть, я это щитил? Нет, не думаю. Если так не думать, это совсем может казаться экзотической сценой, то все-таки космология и астрофизика дают очень дозированную информацию. Вовсе нет. Она важна, но ее немного. А уж какая физика имеется на тысячах таллах? Ни в каких положениях. Она может сказать, какая физика еще больше, если нехорошо измерить все свои свойства. То, что предсказано, в кондиционерах. Но это другая песня. С другой области, в принципе. С другой области. Ну, тогда давайте еще раз попробуем. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ